События 2 мая в Одессе заставили содрогнуться от боли и скорби жителей всего мира. Выразить слова соболезнования родным и близким погибшим в тот роковой день на днях можно было и жителям Славянска-на-Кубани. Подробности в репортаже моих коллег. В субботу жители нашего города имели возможность выразить слова соболезнования всем одесситам, пострадавшим в связи с бесчинством правого сектора. Сегодня во всем Краснодарском крае по инициативе молодежи проводится акция, в рамках которой мы выражаем соболезнования всем родственникам, близким, погибших людей в Доме профсоюза в городе Одесса. Я думаю, что все-таки эти слова соболезнований, которые сегодня граждане, просто прохожие, оставят на этой доске, на нашем импровизированном стенде, все-таки дойдут до тех людей, которые сейчас переживают эту горечь, которые сейчас страдают в нашем братском народе. Трагедия, произошедшая в Одессе, затронула сердце каждого. Люди не проходили мимо книги памяти, а от чистого сердца писали слова поддержки. Наша съемочная группа пообщалась с жителями и узнала, почему они решили принять участие в акции. Я когда-то жил на Украине, около 10 лет, знаю украинский народ. Все было мирно, тихо. Я не знаю, что в России, что там, не ощущал этого. А сейчас такое творится, не знаю. Ужас, что там делается. Потому что я против войны, против вообще всех бесчинств. Я хочу, чтобы все в России и во всем мире жили спокойно и дружно. Потому что у меня дед, мама, отец, все участники войны, их уже, конечно, нет с нами. И мы люди уже того поколения, о котором нам страшен фашизм. Поэтому против этого. У меня сыновья, внуки, и поэтому мне очень страшно. И мы не хотим этого, чтобы повторилось то, что было в Одессе, чтобы у нас в России. Из-за этого мы поддерживаем людей всем сердцем. Потому что я являюсь жителем этой великой страны, великой России. И мысленно, конечно, поддерживаю всех людей, которые в эту минуту и в ту минуту находились там. Держитесь, Одесса, мы с вами. Послания, оставленные в книге памяти, обязательно дойдут до своих адресатов. Жители Украины должны знать, что Славянск на Кубани душой и сердцем поддерживает их в борьбе с нацизмом. Надежда Неткочева, Георгий Калинин. Программа «События».